Добрый вечер. Очередной выпуск новостей на Хабар 24. Мы продолжаем рассказывать о самом важном и интересном к данному часу в студии Птагу Саркулова. Глава государства Касмуж Мартухаев выступил сегодня с обращением к народу Казахстана. Его показали в эфире республиканских телеканалов. Президент отметил, что предстоящий референдум – важный шаг на пути построения в Казахстане развитого демократического общества. Уверен, всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент нового справедливого Казахстана. Вместе мы сделаем реальностью новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкции нового общественного договора. Референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность. Центральная комиссия референдума и другие уполномоченные государственные органы обеспечат неукоснительное соблюдение всех норм выборного законодательства. Президент отметил, что конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе. Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, а также защиту интересов прав и свобод всех граждан. За ходом голосования будут следить международные наблюдатели и представители общественных объединений нашей страны. Глава государства подчеркнул, голосуя за новые поправки, казахстанцы скажут решительное «нет» коррупции, непотизму и монополии в политике и экономике. Ваш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых, честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа. В условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной, мы должны быть сильны своим единством и солидарностью. Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Мы вступили в должность генерального сектора Шанхайской организации сотрудничества в очень ответственный период, когда геополитическая ситуация приобрела черты неопределенности. И в этих условиях Шанхайская организация сотрудничества должна играть особую роль. Вы знаете, что Казахстан является активным, конструктивным участником нашей организации. Выступая в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества, я заявил о том, что эта организация является, пожалуй, наиболее успешной среди всех международных организаций, которые сейчас существуют на международной арене. Уважаемый президент, прежде всего я хотел бы выразить благодарность за то, что вы выразили мне поддержку и доверие. Вы вместе с другими главами государств приняли решение о моем назначении на этот важный пост. Для меня это большая ответственность. Я буду прилагать все усилия для дальнейшего укрепления потенциала организации и сотрудничества с государствами-членами. О полной готовности к проведению референдума сегодня сообщили в Центральной избирательной комиссии. Завершены все необходимые процедуры. Об этом сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров. По информации наших коллег, участковые комиссии готовы ко дню голосования. Бюллетени доставлены на участки и обеспечена их сохранность. По словам Абдирова, Центризбиркома и другие уполномоченные органы сделали все необходимое для того, чтобы информировать население о грядущем событии. У казахстанцев была возможность, используя электронные системы, проверить наличие своего имени в списках избирателей и узнать расположение участка для голосования. Отмечу, всего в конституционном референдуме смогут принять участие свыше 11 миллионов 700 тысяч казахстанцев. При этом более 11 тысяч воспользуются правом голоса за рубежом. Министерством иностранных дел создано 65 участковых комиссий в 52 иностранных государствах. Все 325 членов комиссии прошли дистанционное обучение, специальное тестирование по правовым основам республиканского референдума. Генеральной прокуратуре, в свою очередь, напомнили о дне тишины. Так, накануне голосования по всей стране запрещается любая предвыборная агитация. В ведомстве призвали граждан на общественные объединения и СМИ строго соблюдать действующее законодательство. Нарушителям будет грозить административное наказание. Блиц опросы, прямые включения, интервью с политиками и общественниками сегодня можно было увидеть на телеканале Хабар. Агентство запустило телемарафон, посвященный предстоящему референдуму. Обсуждали предлагаемые изменения в основной закон. Все подробности у Сабины Балашкиной. К телемарафону, посвященному референдуму, более 200 сотрудников агентства Хабар готовились три недели. Главная цель вещения – помочь казахстанцам понять суть конституционной реформы и сделать свой выбор на предстоящем референдуме. В целом, результатом я довольна, потому что у нас очень красивый фон, очень живой фон, дышащий. И, соответственно, в принципе, все идет так, как мы планировали. Это очень большая подготовительная работа. Если она сделана хорошо, то дальше уже как-то оно там все идет. Стеклянная студия в самом центре столицы, у монумента Байтирек. Все обсуждения такие же простые и прозрачные. В прямом эфире Хабара политики, политологи и общественники говорят о важном. О том, какие изменения предлагают внести в Конституцию. И первый гость съемочной площадки – председатель мажориса парламента. Среди гостей марафона – медийные личности и блогеры. На дискуссионной площадке рассуждают, какие перемены могут наступить, если большинством голосов по оправке в основной закон будут приняты. В первую очередь это дискуссия, потому что даже если вы согласны, у каждого свои аргументы, почему вы согласны. И даже если вы согласны, нужно еще и еще раз убеждаться, что вы не ошиблись в оценке тех изменений, которые были предложены. Ведущие вещали сразу из нескольких локаций. Собственные корреспонденты подключались к эфиру из разных уголков Казахстана. К телемарафону могли присоединиться также коллеги из-за рубежа. А вот праздничную атмосферу придавала отдельная площадка в Казмедиа-центре, откуда транслировали музыкальные номера. Зрители очень тепло восприняли телемарафон. Надеюсь, это мероприятие принесет пользу. И люди придут на референдум, отдадут свои голоса. Мы попытались креативно подойти к организации марафона. Проголосовать казахстанцы смогут уже в это воскресенье. Узнать адрес своего участка можно на сайте референдум-2022. Граждане, находящиеся за границей, тоже смогут посетить избирательные участки. Их откроют в 52 странах. Сабина Балашкина, Арман Акшабаев, Хабар, 24. Поправки в основной закон усилят правозащитные механизмы. Об этом говорили в Усть-Каменогорске члены Республиканского штаба общественной поддержки референдума. Среди прочего отмечена важность учреждения Конституционного суда и закрепление конституционного статуса уполномоченного по правам человека. Инициированные главой государства поправки в Конституцию казахстанские правозащитники уже сейчас называют мощным рыбком к демократизации страны. После внесения конституционных поправок государство будет слышащим и слушащим, уверен кандидат юридических наук Гульмира Баиркенова. Один из ключевых доводов эксперта – фактическое усиление роли уполномоченного по правам человека. В отдельных случаях омбудсмен сможет напрямую обращаться в Конституционный суд для установления справедливости. Теперь уполномоченный по правам человека имеет очень высокий статус, конституционный статус. Будет разработан конституционный закон, который регламентирует права и возможности уполномоченного по правам человека. Общественный деятель Салтанат Турсенбекова имеет внушительный опыт работы в правоохранительных органах и отмечает важность преобразования Конституционного совета в Конституционный суд. И генеральная прокуратура по своей инициативе, и уполномоченные по правам человека по своей инициативе могут проявить инициативу, то есть и защитить человека с той или иной бедой. То есть здесь настолько расширяются границы со всех сторон и создание самого Конституционного суда. И эксперты сходятся во мнении, что запланированные поправки в Конституцию предполагают и существенное усиление правозащитных механизмов, а стало быть и прав человека, прописанных в первой главе главного закона страны. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Предлагаемые изменения в Конституции обсуждали и в Евразийском национальном университете имени Гумилева. На встречу со студентами пришли депутаты и общественники. Цель – разъяснить молодежи, какие именно статьи основного закона страны предлагают изменить и как. Обычно молодежь не вся знает. Во-первых, для них слово «референдум» 27 лет назад это было в нашем политическом поле, и через 27 лет многим им 20 нет. Они не знают, что такое референдум. Приходится разъяснять, говорить. Референдум – это когда? И дальше по списку. Молодежь интересует, я опять же говорю, не интересует конкретно каждое изменение по пунктам. Молодежь интересует простые, насущные проблемы, которые у них сейчас есть. Как они будут эти проблемы решать, будут ли они решаться, эти проблемы. Вы смотрите новости, мы продолжаем. В Казахстане стало меньше преступлений. Глава государства заслушала отчет министра внутренних дел о состоянии криминогенной обстановки в стране. Маратов Меджанов доложил о существенном снижении количества разбоев, скотократств, мошенничества, в том числе в интернете, а также преступлений, совершенных ранее судимыми в состоянии опьянения в семейно-бытовой сфере и группой лиц. Министр проинформировал о мерах, принимаемых для противодействия организованной преступности и наркобизнесу. Наряду с этим президент был ознакомлен с результатами работы по профилактике преступности в отношении несовершеннолетних. О событиях в мире. Очередная стрельба с жертвами произошла в США, в штате Айова. Мужчина выстрелил в двух женщин на стоянке возле церкви, после чего покончил с собой. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли всех троих уже мертвыми. В целях расследования дела сотрудники правоохранительных органов не раскрывают информацию о личностях погибших. Отмечу, за последнее время в Соединенных Штатах Америки участились случаи убийств с применением огнестрельного оружия. В стране прошли протесты с требованием усилить контроль над его оборотом. В стороны конфликта в Йемене согласились продлить перемирие еще на два месяца. Об этом сообщили в ООН. По данным экспертов организации, благодаря перемирию сократилось число жертв среди гражданского населения, увеличились поставки топлива, возобновились коммерческие авиарейсы. Напомню, режим прекращения огня сроком на два месяца в Йемене начал действовать в апреле. Вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами и армией Йеменского президента, поддерживаемый арабской коалицией во главе Саудовской Аравии, продолжается с 2014 года. Распространение оспы обезьян, возможно, связано с изменением климата. Об этом заявили эксперты ВОЗ. Еще одна теория специалистов – неправильно утилизированные медицинские отходы, на которые могут натолкнуться грызуны. Есть и другие предположения более подробно в нашем международном обзоре. Медицинские отходы – одна из возможных причин распространения оспы обезьян. Такую обеспокоенность выразили эксперты Всемирной организации по охране здоровья животных. Так, после неправильной утилизации предметов в больницах и лабораториях, доступ к ним могут легко получить грызуны. Эксперты просят уделять биобезопасности и биозащите повышенное внимание. Напомню, впервые вирус нашли у лабораторных обезьян в 1958 году. Спустя 12 лет после этого его обнаружили у человека. При этом активными переносчиками этой заразы являются грызуны – белки и крысы, например. А в Нигерии правительство запретило продажу мяса диких животных. Это одна из мер предосторожностей, чтобы остановить распространение оспы обезьян. В этой стране, как и во многих других африканских государствах, блюда из антилоп, шимпанзе, змей, крыс и других животных являются деликатесом. Как запрет будут регулировать, пока не ясно. Кроме того, теперь работники зоопарков и природоохранных зон будут следить за тем, чтобы между животными и людьми не было тесных контактов. Отмечу сейчас, в Нигерии выявлено больше 20 пациентов с оспой обезьян. Тем временем, ввоз предположили – вспышка оспы обезьян может быть также вызвана последствием изменения климата. Из-за учащения экстремальных погодных условий, таких как засуха и наводнение, животные начинают менять свой привычный ареал обитания. Вместе с этим происходит переселение возбудителей болезни. В дальнейшем вспышки редких заболеваний могут происходить чаще, прогнозируют эксперты. Также во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что сейчас наблюдается тенденция к росту числа случаев лихорадки Ласса. Это острое вирусное заболевание, распространяемое грызунами в Африке. В системе определенно присутствует экологическое давление. Животные меняют свое поведение, люди меняют свое поведение. Генеральный директор ранее говорил о климатическом стрессе. Стрессе от засухи. Многое меняется. В ближайшие десятилетия 200 миллионов человек могут стать вынужденными переселенцами из-за экстремальных погодных условий. Об этом сообщили в Shelterbox, международной благотворительной организации, специализирующейся на помощи при стихийных бедствиях. За последние пять лет больше 11 миллионов человек потеряли свои дома из-за изменения климата стихийных бедствий, связанных с этим. И таких людей станет еще больше. Нужно адаптироваться к этому. Например, строить более устойчивое жилье. Это уже ужасает, потому что мы видим не крупные бедствия, а множество микрокатастроф, которые происходят постоянно. Растущая сила штормов усложняет жизнь большей части населения планеты. По оценкам американских синоптиков, только в этом году ожидается появление свыше 20 штормов. Половина из них может дорасти до ураганов и принести колоссальные разрушения. И вновь о событиях в нашей стране. Менэнг Туом, Менэнг Казахстаном. Патриотическая акция под таким названием прошла в Кукшетау. Ее приурочили к 30-летию государственных символов. Амфитеатр в центре города, где развивались десятки флагов Казахстана, заполнили все те, кто решил выразить свое уважение к государственным символам страны. Запоминающимся этот день стал для нескольких учащихся школ областного центра. В торжественной обстановке их приняли в ряды Жасулан. Мы должны большое внимание сегодня уделять нашим детям, их духовному, физическому развитию, чтобы они в будущем стали продолжать развитие нового курса нашей страны. Огромная гордость переполняет нас за наших земляков, благодаря которым гимн Казахстана звучит во всем мире, а государственный флаг становится узнаваемым. В честь Дня государственных символов власти региона отметили заслуги акмолинцев. Это спасатели, врачи, педагоги, спортсмены, студенты и школьники. Каждый из них внес склад в развитие области. Благодаря многим из них гимн Казахстана не раз звучал на мировой арене. Среди них бронзовый призер сурдлимпийских игр Алдиар Балташев, которому вручили сертификат на покупку квартиры. «Было тяжело, несмотря на то, что я готовился к этим стартам 4 года, но мне удалось с гордостью выступить на соревнованиях, и флаг нашей страны также был высоко поднят». Ко дню государственных символов в регионе пройдет множество патриотических акций, флэш-мобов, выставок. Всего запланировано порядка 1500 мероприятий. Аслана Буталипов, Виктор Поляный, Кокшетау, Хабар-24. В Кокпиктинском районе Восточно-Казахстанской области в рамках «Года детей» открыли дворец школьников. Здание, пустовавшее много лет, отремонтировали, и теперь у юных жителей региона есть возможность заниматься творчеством и музыкой. Шестилетняя Жаня Рке в этом году пойдет в школу. После подготовительных занятий остается много свободного времени, говорит мама девочки Жадара Далбина. Поэтому решила отдать дочку на рисование, тем более, что занятия бесплатные. Здесь тут так хорошо, уютно, все для детей, комфортно, все условия созданы, нам нравится. И вот мы с охотностью работаем, работаем, трудимся, не покладая рук. Дальше у нас много еще успехов, у нас работаем, мы также участвуем в различных конкурсах, участвуем в областных, в республиканских участвуем. Условия для детей есть, создали все, теперь только остается работать, работать, работать. Здание пустовало много лет, но в этом году в рамках года детей его отремонтировали и сдали в эксплуатацию. Сегодня дворец творчества школьников работает по пяти направлениям. Музыка, спорт, эстетическое воспитание, изобразительное искусство и туризм. Всего 53 кружка. Это здание бывшего детского сада. Четыре года он пустовал, но благодаря спонсорам здание восстановили. Сделали современный ремонт. Мы принимаем всех детей. Занятия по 42 кружкам проводятся бесплатно. Теперь свободное от школы время дети проводят здесь. На восстановление заброшенного здания понадобилось 145 миллионов тенге. Строители полностью заменили окна, полы и систему отопления. Всего новый дворец творчества посещает свыше 800 детей. Асимутешева, берег Жубалайулы, Хабары, 24, Восточно-Казахстанская область. В реабилитационном центре Тимиртау открыли Монте-Сори-класс. Его он подарила городу Металлурга в компании Арселор Митл Тимиртау. Центр посещает более 50 детей с особыми потребностями. Как работает известная педагогическая система Монте-Сори, расскажет Марина Золотарева. Монте-Сори-класс – это развивающее пространство, которое поделено на зоны. Здесь их четыре. В математической особенной дети знакомятся с цифрами и осваивают счет. В сенсорной развивают осязание зрения и слух. В зоне естествознания познают окружающий мир, а в языковой расширяют словарный запас и учатся выражать свои мысли. Мы одни из немногих учреждений, которые имеют возможность заниматься в такой комнате. Монте-Сори позволяет оказать коррекционную помощь детям с особенностями в развитии, не навязывая, а сопровождая. Потому что педагог в данном случае заинтересовывает ребенка. Педагогическая система Монте-Сори помогает социализировать детей с особыми потребностями в образовании. Зону развития дети выбирают самостоятельно и сами же задают темп выполнения заданий. Воспитатели лишь аккуратно направляют и корректируют интерес к работе. В центре трудятся более 30 специалистов. Они подбирают для каждого ребенка индивидуальную программу. Это очень важное дело, которое вы делаете. Мы АНП, это 5-разовая, уже несколько акций проводили. Ну и в дальнейшем планируем продолжать нас поддерживать, потому что вы делаете очень важное дело. Эти дети это будущие казахстанцы. Представители Арселоруми Талтимиртау посетили общественное объединение «Дети за жизнь». Организацией, которая помогает маленьким пациентам с диагнозом «острый лимфобластный ликоз» были переданы теплые одеяла. При поддержке компании молодежный клуб Тимиртау организовал праздник прямо на площади города. Волонтеры провели игры и конкурсы, в которых с удовольствием участвовали взрослые и дети. Марина Золотарева, Зарина Золпыхар, Калинская область, Хабар-24. И в завершение выпуска в Китае празднуют Дуань Уцзэ, или День драконьих лодок. Фестиваль также называют праздником двух пятерок. Он приходится на пятый день пятого месяца по лунному календарю. Для китайцев это символ летней жары. В этот день по всей стране проходят соревнования на драконьих лодках. В пищу употребляют дзуньцзы, завернутый в бамбуковый лист клейкий рис с различной начинкой. Дети получают браслеты из разноцветных нитей. Традиционно праздник объединяет членов семьи задним столом. И многие используют выходные для путешествий. Но в этом году из-за ковида жители столицы вновь попросили остаться в городе. Обычно празднуем в кругу семьи и едим дзуньцзы. Из-за вспышки в Пекине я не смог вернуться к себе домой. Праздную здесь. Как правило, мы на севере Китая любим кушать дзуньцзы, пирожки из клейкого риса со сладкой начинкой. Я работаю в Пекине и не могу никуда выехать. Вынуждена проводить праздник одна. И к этому часу у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин